Юж-Урал Золото группа компаний занимается разработкой инвест-проекта по строительству горно-обогатительного комбината в поселке Горбуновский Красненского поселения. С его перспективами ознакомился глава региона Борис Дубровский. 30 марта он посетил Верхнеуральский район с рабочим визитом. На месте предполагаемого ГОКа состоялось совещание, которое посетили областные министры и руководство нашего муниципалитета. С презентации проекта «Курасанский ГОК» выступил Константин Струков, президент Юж-Урал Золото группы компаний. Глубины какие? Глубина 350-500 метров. Мы считали несколько вариантов экономику. Акционерное общество готово направить 150 миллионов долларов на строительство золотоизвлекательной фабрики, увеличение количества работников. Процесс займет примерно три года. Однако руководство ЮГК отмечает, что пока компания сталкивается с рядом сложностей. На территории слабо развита инфраструктура. Юж-Урал Золото просит регион частично профинансировать строительство линий электропередач и газопровода. Константин Струков отметил, что этот проект для ЮГК очень сложный, но все же компания берется за его реализацию. «Нам объемы надо наращивать, и в месторождении есть, оно должно быть необходимо осваивать. В целом, планы на 2018 год отработать по этой технологии 2018 год и подготовить проект комплексного освоения месторождения с общестроительными работами, с инфраструктурой». Руководство ЮГК отмечает, что компания готова начать работать по этому проекту. Если власти помогут с инфраструктурой, то горно-обогатительный комбинат в Горбуновском будет построен. Борис Дубровский заявил, что правительство региона поддерживает все начинания инвесторов в муниципалитете. Губернатор заинтересован в социально-экономическом развитии Верхнеуральского района и отметил, что область поспособствует более быстрой и эффективной реализации проекта. При этом основной упор должен быть сделан на создание новых рабочих мест для жителей Верхнеуральского района. Поэтому уже сейчас сформируются поручения региональному управлению по труду и занятости для подготовки персонала. Уже подсчитано, что налоговое отчисление от реализации проекта на месторождении Курасан составит 600 миллионов рублей в год. В областной и местный бюджеты попадет более половины этой суммы.